Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня посмотрим с вами, какую тайну вы можете узнать, какая вообще тайна откроется вам. Вы можете конкретно какого-то человека загадывать, может быть, от него хотите услышать, но в целом вы можете вообще никого не загадывать. То есть это вообще расклад, который будет говорить о том, узнаете ли вообще какую-то тайну действительно в ближайшие пару недель, месяц. Смотрите, для кого какой срок актуальнее из этих загадывать. Ну и, соответственно, кто это может быть, про что это тайна. Хотя бы так откроем первоначальные какие-то моменты информации, чтобы вы понимали вообще в каком направлении вся ситуация идет. Первая, вторая, третья, четвертая позиция. У нас так вот все очень красивое. Посмотрим, как наши фигурки расположатся сегодня. На первую позицию замечательный перец идет. У нас вторая позиция сеньор помидор, третья клубничка. И четвертая сладкая малинка. Но уж насколько она будет сладкой, это другой вопрос. В любом случае, здесь у нас получается как-то так странно выложились сегодня фигурки по росту, по размеру. Ну, посмотрим. По крайней мере, сейчас могу сказать, что вы можете загадывать по порядку выкладки, по порядку открытия мною, по фигурке, которая на той или иной карте, на той или иной позиции лежит. Поэтому, как вам больше нравится, так и загадывайте. Главное, чтобы актуальная информация была. Если на эту или другую тему вы хотите индивидуальный расклад, например, что скрывает какой-то человек от вас. Есть ли какие-то подлости подковерные, какие-то битвы, какие-то закустованные выползни. Вот все это можно смотреть, естественно, и в индивидуальном формате. Это, конечно, более эффективно. Хотя общие расклады для тех, у кого хорошо работает интуиция, тоже прекрасно дают информацию. И для тех, кто выбрал позицию, номер. А давайте с сеньора Помидора сегодня начнем. Что здесь у нас? Ну, вы знаете, скорее всего, тайна не будет особо выходить за пределы вашего дома. Да, что-то прояснится. То есть здесь я не могу сказать, что это какая-то глубокая тайна, но это может быть вопрос какого-то недопонимания. Либо здесь может быть не тайна, а может быть еще ситуация, когда вы какой-то документ, какую-то бумагу куда-то засунули, и вы ее найдете. То есть это как открытие тайны называется. А, вот где ты лежала, вот где ты хранилась, да, бумага. Вот такие вот вопросы могут решиться. Что там можете найти? Вот здесь больше про такую ситуацию. Но здесь реально та история, которая про то, что происходит, не выходя из дома. Про то, что вот прям внутри происходит. Максимум во дворе, если вы в своем доме живете. Известия будут. Я бы не сказала, что это какая-то глубочайшая тайна. Это скорее о вас самих. Какое-то прояснение для себя того, что происходит. И здесь вряд ли будут какие-то другие люди очень активно действовать. Либо вы с их помощью лучше поймете себя. Это вот будет такая связь. А, вот почему я не высыпаюсь, да, например. Заодно и анализы какие-то получил. Смотрю, там, допустим, недостаток какого-то витамина. Или еще что-то. И вот поэтому, ну, как тайна, как недопонимание, разрешение такое здесь есть. О ком? Ну, здесь явно о себе любимом. О конфликте с собой как будто бы. Как еще один шанс понять себя. Так, от кого можете все это узнать? Да не от кого. Сами вычитаете, сами поймете. Либо в рамках какой-то спорной ситуации. Для кого-то это споры прежде всего со своими детьми. То есть, вот постоянно какие-то домашние разборки, в результате которых вы вдруг поймете, вот что-то щелкнет и поймете, что происходит. У кого-то в связи с реакцией животных на вас, например, вы куда-то в гости в чей-то дом пришли, и там кошка или собака как-то среагировали. И вы понимаете, да, к чему это и почему это произошло так. Про что? Ну, у кого-то это, знаете как, это вот все вовне. То есть, это закрытая ситуация. Это не ситуация, которая выясняет отношения между какими-то отдельно взятыми людьми. И как-то вот она не выходит, еще раз говорю, за рамки вашего дома или дома близких вам людей. Она, эта ситуация не выходит за пределы понимания себя. То есть, все люди, которые в ней могут участвовать со стороны, они второстепенные. Здесь самый важный и главный человек, это вы сами. Поэтому понимание про себя, про какие-то, может быть, моменты финансовых трат, правил, упорядоченности их, которые может быть. То есть, вы можете вдруг понять, куда же я тратил, например, лишние какие-то деньги, какую-то определенную сумму. Куда же она у меня одевалась. И никогда такого не было. И вот опять, да. Ну, у кого-то по вопросам здоровья. То есть, да, например, мучила, мучила, мучила головная боль. И вот человек понимает, да, точно, у меня там болит голова. Например, когда я ложусь спать, не проветрив перед этим помещение. Вот оно, что происходит. Да, плюс там пульсоксиметр показал вам, что у вас количество кислорода не такое хорошее, как хотелось бы, допустим, в крови. И все, и пазл сошелся для вас. И вы здесь проясняете для себя какую-то ситуацию. У кого-то реально здесь вопрос, когда могут быть какие-то иммунные реакции. То есть, например, там сыпь какая-то высыпает после того, как определенные действия происходят. И вот вы, наконец-таки, для себя проясните, что это такое, с чем его уйдят и почему так совпало. Вам давайте предостережение совет. Ну, здесь карты говорят о том, что совсем можно работать и не рубить с плеча нужно. То есть, не утверждаться в своей какой-то принципиальности. Бывает такое, что человек вроде бы и насмотрелся каких-то авторитетных источников в интернете или что-то прочитал. Но при всем при этом утверждения, которые там даются, могут быть либо неправильно вами выбраны. То есть, вы смотрите, оказывается, что это не совсем ваш случай, но в целом профессор какой-то что-то правильно говорит. Не нужно полностью здесь отдаваться на суд людей, которые не знают тонкости вашей ситуации. И нужно искать, нужно воспринимать информацию, нужно уметь видеть знаки. Это очень важно. То есть, когда вы понимаете, что какой-то знак пришел, и вот вы четко ощущаете, что да, вот это оно, вот этот знак был про данную ситуацию, про меня. Для тех, кто выбрал. Ну да, вам придется на это свою энергию чуть-чуть потратить. Вот есть такое. Так, давайте посмотрим третью позицию, что у нас тут с клубничкой. Ну, можно сказать, что здесь вы не до конца узнаете. То есть, вы поймете, что что-то надо прояснить. Есть такая тут история. Вы услышите первые новости, увидите, может быть, какую-то документацию или какой-то чек. Допустим, человек что-то купил, муж что-то купил, а чек там положил куда-то, спрятал. И вот вы найдете, и вы начнете что-то понимать, что какая-то суета есть. Но полного открытия тайпа здесь может не быть, потому что люди, от которых зависит это открытие, и, возможно, те, кто тратили деньги и что-то покупали недавно, ну, может быть, к какому-то празднику подарок, например, человек купил, спрятал там куда-то его, а вы чек нашли или упаковку, или там еще какие-то моменты. И получается, что вы вроде бы понимаете, что что-то происходит, но до конца ситуация вам не открывается. Вот так, это на ближайшие, ну, у кого-то меньше двух недель, у кого-то больше здесь. В среднем здесь по срокам недели полторы где-то будет проходить. От полутора недель до месяца. Давайте так, по вопросам, от кого? Человек, которого вы давно знаете, человек, с которым вы можете работать или иметь какие-то дела, давно у кого-то, это семья, муж, дети, родители. То есть, там, купили родители какой-то вам подарок, спрятали, а вы какие-то приметы, да, вот этого подарка или сопутствующие товары к этому подарку, вы какие-то нашли, вот так может быть. Про что уточним? Для кого-то это часы, у кого-то Apple Watch будут куплены. Посмотрим, кому. Но здесь вам четко могут обозначить, что не надо любопытствовать всему свое время. То есть, вот здесь именно про то, что пока не должно быть вам отдано, вручено или известно. Называется подожди, все будет, но будет позже. Все уже подготовлено, все уже куплено или решено, но доводить до вас это решение или информацию будут позже, тогда, когда это будет правильно. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Не пытайтесь копать очень глубоко, не пытайтесь сейчас прояснять, потому что в целом какого-то вреда в том, что есть какое-то сокрытие сейчас от вас, не происходит. И вам не нужно фанатично пытаться пробиться спустя эту вот какую-то завесу к данной информации, которая вас беспокоит. Это, естественно, трудно, потому что всегда же хочется знать все сегодня, здесь и сейчас, а еще лучше вчера. Но здесь вот в этой ситуации карты говорят именно о том, что вам прояснять не нужно, искать документальные подтверждения какие-то тоже пока не нужно. Потому что даже если вы узнаете, оно для вас будет не актуально или в дальнейшем испортит какой-то сюрприз, который мог бы принести радость. Вот такая здесь позиция. Ну да, у кого-то здесь четко вопрос ложится от подарков спрятанных, в том числе сюрпризов каких-то. Так, первая позиция, давайте посмотрим. Не могу сказать, что по этой карте вы будете узнавать большое количество тайн каких-то. Все достаточно размеренно. Может быть, какие-то моменты будут обсуждаться, с которыми вы не согласны, которые вас удручают немножечко. И здесь может быть переломный момент, когда вы проясняете свое отношение к происходящим событиям. Я не могу сказать, что, знаете, самая главная ваша тайна – это вы сами для себя. И вы не особо распространяете информацию или даете ее дозированно там, где нужна она. Ну и вам не особо кто-то торопится открывать некую тайну. На работе, может быть, или по делам, или в каких-то документах хорошая защита информации. То есть, если вы хотели пароль, например, у мужа от ноутбука узнать или еще что-то, это вряд ли получится сделать. Более того, понимая риск того, что вы можете что-то узнать, человек может сменить пароль, сменить какую-то информацию здесь. То есть, четкие очень правила, которые говорят о том, что как только вы полезете в эту тайну, и люди, которые с этой тайной связаны, что вы пытаетесь что-то прояснить, видеть, они тут же поменяют всю информацию, которую можно поменять, и для вас, скажем так, отодвинется опять на несколько уровней, это тайна в сторону. Это кто-то из семьи или очень близкий человек из коллектива, друг, может быть, мужчина, мужчина до 40, лес, знака воды или воздуха. Смотрите, здесь несколько карт, потому что, видимо, у людей, которые загадали эту позицию, разные мужчины здесь, про которых это может узнаваться. Но именно мужская энергетика идет, то есть здесь мужские карты, и карты говорят о том, что здесь мужчины либо любого возраста, знака воды или воздуха, либо до 40 знака земли или огненного знака. Тот, кто огненного или земляного, может эмоционировать достаточно серьезно, достаточно так вот плотно. О женщине, если женщина здесь вот знака земли или огненного знака, не узнайте информацию, то есть здесь информация о ней закрыта. Либо нечего узнавать, либо категорически нет. Здесь дается ответ. Ну, понятно, что кому-то хочется что-то знать, и неприятно, что это не получится, но это повод взглянуть трезво на ситуацию, которая сложилась. Давайте посмотрим, про что здесь. Ну, про то, с чем вы не согласны, про финансовую часть, про то, что человек мог кому-то помогать, про какой-то конфликт, который вам не хотят особо активно освещать. То есть здесь вот есть такой нюанс, что человек может не хотеть рассказывать вам о том, с кем он или она поссорились, поругались. Вот такие вот тоже могут быть нюансы. Давайте вам предостережение, совет. Вы знаете, будьте более уравновешены, не ставьте ультиматумы, то есть вот такие какие-то позиции, когда либо ты мне говоришь, Сережа, либо все там, да, вот. Не надо так делать, потому что вы себя загоните в угол, таким образом, и человек не поведется на подобного рода моменты. Здесь еще история такая, что вам нужно идти своим путем. То есть, что бы ни происходило, какие бы события не были от вас скрыты, здесь лучше занять такую позицию, что, ну, раз эта информация мне не открывается, значит, она никак не влияет на то, что происходит в моей жизни. Соответственно, я могу идти туда, куда я собирался, так, как я собирался, и достигать своих целей. Вот такая здесь история. Для тех, кто выбрал, конечно же, первое, второе, третье компот малиновый. Что тут? Ох, ну, недопониманий, каких-то тайн здесь хватает, скажем честно. К сожалению, вот по этой позиции есть вопрос, когда выбрали не вас, вопрос какого-то предательства или нездорового соперничества, если это работа. Выведение на эмоции. То есть, вы можете переживать из-за того, что вы понимаете, что творится что-то не то, вы понимаете, что человек или организация там как-то на вас пытаются, вернее, вас на кого-то пытаются заменить или пытаются создать состояние конкуренции. В личных отношениях это подковерное общение с кем-то другим. Причем здесь вопрос, даже когда друзья могут быть, и называется, а я с Леной общаюсь, но тебе об этом специально не сообщаю. То есть, здесь человек не только делает что-то не очень хорошее, ну или делает то, что вам может не понравиться, но еще и скрывает это. Вот здесь такая, либо врет. Вот самое противное, может быть, что не просто не сказал, например, что увиделся там с Леной, с Катей, а что не сказал об этом. Или когда вы спросили, человек соврал, не дал правильной информации. Вот это вот очень четко здесь может прорабатываться. На работе могут начать, тоже выставлять какую-то вакансию вашу, допустим, должность как вакантную. И вам об этом тоже ничего не сообщают. Здесь вот есть история, когда ищут какой-то заменитель. Из коллектива, от начальника, от высказываний каких-то, от лица, которая обладает властью, полномочиями. От юриста. Вот здесь так можете узнать. Но здесь изначально однозначно карты лидера. То есть от какого-то лидера и от его поведения с коллективом вы можете узнать. То есть муж, например, ведет себя определенным образом в большой семье или на работе начальник ведет себя определенным образом. И отсюда вы узнаете. По крайней мере, здесь не столько узнаете, сколько начинаете понимать, что что-то не так, что есть какая-то вот здесь подковерность в том, что происходит. Ну да, и в том, что выбирают кого-то другого, но не вас. Человек пытается устроиться, как ему кажется, более правильно и более перспективно, но вам не спешит об этом сообщать. Про какое-то общение, про общение, коммуникацию, перераспределение отпуска, про, знаете, как вот собеседование, встречи, разговоры, посиделки. Кто-то не будет сообщать про взаимодействие с бывшими. То есть вы можете понять, что с бывшим мужем или с бывшей женой, парнем, девушкой общался ваш партнер или там, допустим, на работе может быть ситуация, когда, например, на вашу должность пытаются пригласить того, кто когда-то уже на ней работал. Вот так называется у нас Мария Петровна имеет уже определенный опыт. Вот мы ее опять обратно и позовем. Может так отыгрываться. Но тебе ничего не скажем. Поэтому здесь вот именно про разговоры за вашей спиной о том, как усовершенствовать удобство в своей жизни вот от таких людей. Ну, вы знаете, здесь вот такая история, когда нужно вернуться к истокам. То есть сейчас может быть эго действительно задето. Может быть ситуация, когда очень неприятно. Может быть ситуация, когда мы же любили друг друга или между нами же была какая-то договоренность и я там переживаю. То есть слово я местоимение я здесь должно быть отведено на какой-то, если не второй, то даже десятый план. Да, здесь нужно взять себя в руки, понимать, с чего начиналось. Вот об этом речь. Кстати, возможно, вам предстоит вернуться куда-то. Если будет предложение о возврате, вы можете рассмотреть его. Оцените то, что было уже когда-то и подумайте, можете ли вы из искры разжечь опять пламя там, где это было раньше. Может быть, влияние или воздействие или роль какая-то человека, знака земли или огненного знака, активный, подвижный такой вот весь. То помогает, то пытается продавить, но у него есть какие-то свои принципы. Человек, которого вы знаете достаточно давно. Вот обратите на него внимание. Может быть, он играет здесь какую-то определенную роль. Но вот тут нездоровая какая-то ситуация с тайной, о которой было рассказано в раскладе, она, к сожалению, присутствует. Но с другой стороны, кто предупрежден, тот вооружен. Для этого и смотрим, для этого мы и стараемся найти определенную информацию, чтобы нам было легче потом принимать решение. А я желаю всем удачи и благополучия. Какие у вас позиции вышли, что вы для себя услышали? Интересного, конечно. И узнали ли вы тайну? Конечно, хотелось бы обратной связи. Понимаете ли вы вообще, о чем идет речь? Хотя тайна на то и тайна, чтобы, может быть, не сразу ее понять. Но все-таки. Всем удачи, благополучия, до встречи, до свидания.